всем привет вы на канале основа ремонта недавно я имел неосторожность в одном из своих видео сказать что под поклейку обоев нам не обязательно шпаклевать белый гипсокартон на что что вызвало как бы бурю негативных эмоций у как бы типа супер специалистов маляров так как я не технолог не мыслитель и тем более не мечтатель а я практик поэтому меньше текста никому и доказывать ничего не хочу тем более умный поймет меня с полуслова а дураку объяснять смысла нет он все равно не поймет поэтому хочу на практике показать попробовать приклеить обои на не шпаклеванный гипсокартон для этого вот такой вот стендик я приготовил вот здесь эту часть гипсокартона я загрунтовал тифин грунтом от компании гнауф здесь естественно циризит ст 17 ну а эту часть я зашпаклевал полимерной шпаклевкой и загрунтовал ее тифин грунтом это грунтованная шпаклевка все готово под обои попробуем приклеить и сорвать еще небольшой момент как и для профессионалов так и для начинающих специалистов вот я хочу поставить сюда лампу лосева это лампа p2 ultra prof это один из самых мощных светильников у лосева сейчас основной свет выключу отвернул покажу один вам небольшой момент подойди поближе хочу обратить ваше внимание что шпаклевку я даже не шлифовал просто протянул шпателем и оставил вот такие наслоения наплывы скажем так это же мы посмотрим что обои нам покажу что будет видно через обои что будет видно а что не будет видно вот такой гипсокартон у нас заводской тоже он конечно не идеально ровный лампа все показывает но самое основное это я хочу обратить ваше внимание на вот эту шпаклевку и посмотрим как будет это все видно через обои купил я сегодня специально свеженький клей он даже запакованы это клей qualit сам один из самых распространенных клеев я очень много на него клеил неплохой клей ничего сказать не могу разводить я буду такой небольшой таре нам на 500 грамм воды нам понадобится 60 грамм клея все по феншую тару уберем и 60 грамм сейчас наполним ну 63 грамма ничего страшно 69 даже пойдет пересыпем это пока другой стаканчик потому что нам нужно сначала залить воду а уже воду добавлять клей все сделаем максимально по технологии чтобы вопросов ни у кого никаких не возникал прошло у нас около 7 минут сейчас мы повторно размешаем клей такой то что надо получился смотрите какая консистенция густой как положено обои это виниловые на флизелиновой основе бюджетный очень вариант потому что они очень тоненькие но для эксперимента то что надо потому что мастера знающие понимают то что такие обои их и сложно и клеить и потом срывать их сложно чем толстые качественные обои и и и и и и и и и еще маленький лайфхак для тех кто может быть не знает что лампу осего не только можно шпаклевки применять а в поклейке обоев тоже очень хорошо она себя показывает сейчас я опять свет уберу основной допустим чтобы смотреть просматривать где-то пузыри вот таким вот образом посмотрите какой ужас все на пузырях есть маленькие пузырики это не страшно они при высыхании все это натянется разгладиться все будет хорошо поэтому одно из применений при поклейке обоев можете тоже спокойно использовать эту лампу за два дня я считаю будет полное высыхание и тогда попробуем их сорвать а для вас два дня пролетят мгновенно вот и прошло два дня обои хорошо подсохли все высохло ну прежде чем мы начнем их срывать хочу вспомнить начало видео где он показывал что подойди поближе вот эта стенка я зашпаклевал даже не шлифовал здесь очень большие были скажем так наслоение шпаклевки и вот смотрите вот фонарь я поставил он светит на 500 ватт боковой свет хочу обратить ваше внимание что в доме у вас такого освещения не будет боковой свет стоит здесь была очень страшная шпаклевка смотрите под обоями не видно ничего обои идеально все приклеились в одном из видео я показывал как я шпаклюю стену под обои то есть в один слой легко прошелся пошлифовал и все можно обои клеить на что тоже получил как бы кучу комментариев типа кто-то там по умничал что поставь лампу лосева и ты сразу все поймешь какой-то маляр ну вот я ставлю лампу лосева самую мощную которая есть что мы видим мы видим опять-таки идеальные обои все четко все разгладилось вот здесь были где-то наслоение шпаклевки вот именно в этих местах ничего не видно под обоями это что касается подготовки поверхности под обои и хочу сказать вот этим мастерам есть такая песня у группы ленинград если в башне поебень ты хоть и бень хоть не ебень можно бесконечно шлифовать под яйцо только вопрос для чего ну а сейчас попробуем срывать еще раз напомню здесь дано гипс шпаклевка финишная шитрок бывший шитрок здесь грунтованный гипсокартон грунтовкой церезит из т17 здесь грунте fin грунт грунте финнер автология ну потихоньку начнем срывать снимается верхний слой как положено так дальше с грунтовки точно также бумага нижний слой остается верх не снимается еще подцепить бы ее ну и стифен грунта как видим верхний слой обоев содрался со всех трех экземпляров одинаково что шпаклевки что просто с гипсокартона вот абсолютно одинаково ну чтоб все было прям по фэн-шую возьму вот такое средство для снятия обоев я думаю что в принципе можно и без него обойтись разводим его в теплой воде здесь на 10 или на 14 литров вот эта бутылочка и сейчас попробуем снять слой вот этот бумаги сейчас подождем чуть-чуть бумажка пропитается пожалуйста поближе подойдешь как бы ни у кого сомнений не было хотя даже совсем немного подождал сразу нанес и сразу вот снимаю следующее циризит ст-17 вот я снимаю думаю блин поразительно как писали такие оскорбления мне в комментариях мол идиот что ты делаешь зипсокартона поменяешь обои только вместе с гипсокартоном о чудо оказывается нет я вам хочу даже сказать что за гипсокартона со шпаклевки он еще хуже бумага срывается рвется кусочками по мне так с гипса даже легче сорвалась бумага чем со шпаклевки реально поставлю сейчас еще лампу лось его специально посмотрели что что с гипсокартоном ничего не случилось он не вздолся ничего бумага вся целенькая потому что она пропитана грунтовкой вот только остатки клея по оставались но это можно взять тряпочку и стереть это просто клей вот он убирается и остается чистенький гипсокартон ну все я конечно убирать не буду но просто вам показал для примера вот вам пожалуйста так что для тех ребяток которые говорят что гипсокартон нужно обязательно шпаклевать перед обоями иначе вы будете менять обои вместе с гипсокартоном вот для них как раз наверное вот эта песня слова которые я вам сказал чуть ранее так что обои клеить можно на гипсокартон самое главное хорошо его запечатать грунтовками грунт это глубокого проникновения и никаких проблем нет еще раз хочу сказать что по ощущениям отсюда бумага срывалась даже легче чем со шпаклевки в своей практике я тоже всегда заказчиков рекомендую шпаклевать по крайней мере большую часть своей работы конечно я шпаклевал гипсокартон но это связано наверное просто с эстетическим видом да и каждый из нас если так по правде сказать хочет заработать денег но это же видео для тех людей которые допустим не могут себе позволить нанять специалиста который возьмет много денег у них за шпаклевку а собрать гипсокартон может и сам здесь проблем нет любой нормальный мужик это сделать а вот зашпаклевать здесь уже как бы нужна практика можете спокойно клеить обои на гипсокартон ничего в этом страшного нет прошу всех кто досмотрел это видео до конца сделать максимальный репост поставить палец вверх чтобы это видео посмотрела как больше маляров или просто людей которые будут дальнейшем делать у себя ремонт чтобы они это увидели потому что судя по комментариям которые у меня были видео процентов 90 мне писала о том что ты что нельзя так делать ни в коем случае все гипсокартону конец но поэтому вот посмотрите пожалуйста и надо сделать так чтобы это увидели и другие люди на сегодня все всем спасибо всем пока скоро увидимся а